МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа новости 24 часа в студии Рина Ромбальская. Здравствуйте. Многовекторный диалог. Обсудить перспективы развития всестороннего сотрудничества. В Минск приехал президент Татарстана. Вместе с главой этого российского региона прибыли чиновники высокого ранга и руководители крупных региональных предприятий. Запланированы переговоры с руководством Беларуси, посещение парка высоких технологий, а также ряда промышленных предприятий. Среди перспективных проектов сотрудничество с крупнейшим производителем тяжелых грузовых машин в России корпорации КАМАЗ. Ее представители в составе нынешней делегации. Беларусь предлагает автогиганту широкий спектр современных автокомпонентов, ничем не уступающих зарубежным аналогам. Добавлю, Татарстан среди всех российских регионов занимает шестую позицию по уровню товарооборота с нашей страной. До начала официальных встреч зарубежные гости, почти липавшие в годы Великой Отечественной войны, ранним утром к подножию монумента на площади Победы в Минске представители делегаций возложили венок и живые цветы. Окончательный состав постоянных комиссий Нижней палаты парламента станет известен сегодня. Депутаты шестого созыва соберутся в овальном зале. Народным избранникам также предстоит избрать заместителей председателей всех 14 комиссий. Несколькими днями ранее парламентарии определились с коллегами, которые возглавят работу комиссии на ближайшие 4 года. Из них 7 человек сохранили депутатский портфель с предыдущего созыва. Еще 7 своей профессиональной деятельности были связаны с теми сферами, в которых им предстоит трудиться. В частности, комиссию по национальной безопасности возглавил бывший замминистра внутренних дел Валентин Михневич, а комиссию по международным делам бывший посол Белоруссии в Австрии Валерий Воронецкий. И к событиям в мире. В Иракском Масуле армия правительства проводит операцию по освобождению от боевиков исламского государства. В штурме участвуют и бойцы курдских формирований. Уже освобождены 9 деревень к востоку от города. А вот правительственные войска терпят потери. Смертник атаковал армейскую колонну. Там погибли около 70 военных. Удары по захваченному террористами городу продолжают наносить французские и американские ВВС. Местные СМИ пишут, что многие боевики бегут в сторону границы с Сирией. А те, кто остался в городе, используют местных жителей в качестве живого щита. Отмечу, ООН и Красный Крест развернули лагеря для беженцев. Туда прибыли уже 30 тысяч человек. В Йемене объявили режим прекращения огня. Он вступит в силу завтра и продлится 72 часа. Власти требуют от всех заинтересованных сторон строго соблюдать условия перемирия. Полностью прекратить боевые действия и обеспечить доступ к гуманитарной помощи. Отмечу, противостояние между правительственными силами и мятежниками в Йемене продолжается уже несколько лет. Конфликт, согласно данным ООН, унес жизни около 7 тысяч человек. Две женщины и ребенок стали жертвами взрыва граната на территории мечети в крупнейшем городе Пакистана, Карачи. Более 10 человек ранены. Многие из пострадавших находятся в критическом и крайне тяжелом состоянии. По словам полицейских, двое мужчин на мотоцикле подбросили бомбу, в то время как верующие сидели снаружи молельного дома в густонаселенном районе портового города. Пока никто из террористических группировок не взял на себя ответственность за атаку. В Индии погибли более 20 человек. В результате пожара в частной больнице еще столько же пострадали. Причиной трагедии стало короткое замыкание на первом этаже здания. Когда огонь охватил больницу, в ней находилось более 500 пациентов. Многие из них пытались выбраться с горящего здания через окна. Отмечу, подобные инциденты нередко происходят в Индии из-за несоблюдения правил техники безопасности. Тайфун Сырика достиг южного побережья Китая. По оценкам синоптиков, стихия станет самой мощной и разрушительной на острове Хайнань за последние десятилетия. Специалисты ожидают, что после приземления шторм наберет мощность супер-тайфуна. Местные власти уже отменили несколько сотен авиарейсов, остановили движение пароходов и сообщение высокоскоростных поездов. Также отменили занятия во всех школах, детских садах и закрыли для посещения все туристические объекты. Сейчас местные жители эвакуируются в убежище. В Японии проводят бритц-свидание в хирургических масках. Найти вторую половинку довольно непросто. Но японская компания утверждает, что сделать это можно очень быстро, если сконцентрироваться не на внешности человека, а на его характере. К слову, такие маски на улицах японских городов мелькают достаточно часто. Обычно их надевают, чтобы не заразить других простудой. А иногда японки носят их, если не успели накраситься. Ольга Дежнёва, телекомпания СТВ. В выращивании органов и адресное лечение белорусские онкологи рассказали, как в будущем будут спасать от рака. По словам экспертов, важную роль здесь играет профилактика онкозаболеваний. Для этого в стране создаются специальные скрининговые программы. Их цель не просто определить болезнь, а выявить её на ранней стадии, когда лечение будет эффективным. Благодаря такой профилактической работе за последний год в стране существенно уменьшилось количество заболеваний раком молочной железы. В каждой области, в каждом регионе республики внедрены пилотные проекты скрининговых программ по раннему выявлению рака молочной железы. Это маммографический скрининг. То есть каждая женщина, независимо от того, есть ли у неё какие жалобы или нет, то практически здоровая после 50 лет должна проходить исследование по маммографии один раз в два года. В будущем скрининговые программы в стране будут расширяться. Кроме того, медицина развивается в направлении выращивания органов для трансплантации. Уже искусственно выращена и успешно пересажена трахея. И на выявление чувствительности клеток опухоли к определенным лекарствам. Классиков и звезд советского кино покажут в золоте. В Национальной библиотеке сегодня откроется выставка «Золотые автографы». В экспозиции 26 портретов писателей, поэтов, артистов, выполненных в стиле поп-арт с осальным золотом на черном оргстекле. Среди них Александр Пушкин и Михаил Булгаков, всеми любимая троица, Георгий Витцин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов. А также легендарная дива советского кинематографа Нонна Мордякова. На этом у меня пока все. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи, эфирное видео, всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Следующий выпуск в 13.30. Субтитры сделал DimaTorzok